Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июня, и я вот только что показывала вам первые банановые ноги, а вернее не ноги, а ножки, крошечные, изысканные. И рядом с ними высажена у меня казанова, высадила специально рядом, потому что у них одинаковые формы плоды, ну такие длинные сосульками. И вот хочу показать вам казанову. Казанова тоже недолго отстала от банановых ног. У него вот эти первые вот сосисочки появились. И я уже рассказывала в банановых ногах, что они вроде бы одинаковые, вот на первоначальном этапе, вот сейчас и размеры, форма, но они очень сильно отличаются, потому что у этого здесь намечается дырочка, прорезь. Видите, на конце пиписьки такая дырочка. А у банановой ножки там острый-острый носик. И вот кто, если в рассаде, ну их и в рассаде не перепутаешь, некоторые люди перепутывают, не знают, где что растет. Вот по носику и по дырочке у них отличительные такие, отличительная черта. Но пока они одинакового размера. Конечно, казанова у нас вырвался намного вперед, потому что он же индетерминатный. А банановые ножки, сейчас придем, а банановые ножки вот так вот пониже. Но им разрешено иметь больше кистей, потому что я их буду вести в 4 ствола. Так что ножек должно быть больше казанова. Пиписик будет меньше, но они будут крупнее. И вот я уже говорила в предыдущих, что казанова ни с чем спутать нельзя. У него даже уже на этапе бутончиков, видите, вот такие длинные, прям такие вот прям длинные, как пальцы пианиста. Такой аристократ. Все, до свидания. К этому, к описанию к видео дам все ссылки о формировании томатов, потому что какой бы видеоролик не выложила про томаты, все спрашивают, а как их формировать, сколько стволов, чтобы не повторять и не отвечать на такие вопросы, вот в этих ссылках ищите. Я уже рассказывала про формирование казанова, про формирование банановых ног, монгольского карлика, все это уже есть на канале. Смотрите, пожалуйста, уже снятые видеоролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!